Добрый вечер! Сегодня вы увидите не совсем обычную программу. Эту беседу мы записали 9 февраля, а через 18 дней главного героя программы, лидера группы «Чёрный обелиск» Анатолия Крупнова, не стало. В память о нём остались его пластинки, художественный фильм, спектакль, недописанная книга и, конечно же, последнее интервью, которое мы и предлагаем вашему вниманию. Акула-Пера Здравствуйте все! Во-вторых, заявление будет достаточно таким, может быть, и неожиданным. Как знают многие, в музыке я с 1986 года, но я имею в виду в той музыке временно, когда я создал свой первый коллектив. Но вот в шоу-бизнес решил, как бы, осознав всю необходимость, у меня же не было с 1986 года никакого более-менее серьёзного менеджмента. Вот мы с моим директором Александром Верасовым решили серьёзно, по-серьёзному, семимильными шагами входить в шоу-бизнес. Так что вот... Встречайте, это называется. Теперь здесь мы. Теперь здесь будем мы. Небольшая справка. Анатолий Крупнов родился в 65-м году в Москве. Окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 84-м году основал джазовую группу «Проспект». В 86-м собрал «Чёрный обелиск». Музыканты записали 8 альбомов и до сих пор являются одной из самых популярных рок-групп в стране. Кроме «Чёрного обелиска», Анатолий работал в группах «Шах» и «Неприкасаемая». Записал стольную пластинку, а также играл в кино и на сцене театра. 27 февраля 97-го года Анатолий Крупнов умер в результате сердечного приступа. Первый вопрос, Анатолий. Вы знаете, я давно уже ловлюсь на мысли о том, что как только к нам приходит рок-музыкант, первонаперво он начинает успокаивать своих фэнов. Так ускладывается общение. Видимо, вам приходится заняться тем же самым. Итак, что происходит с «Чёрным обелиском»? С «Чёрным обелиском», ну, сказать, что дела обстоят хорошо, вот не сказать ничего. Во-первых, мной сочинено на сегодняшний момент 20 песен, 5 из которых мы записали уже. Я так думаю, что скоро они появятся на радио, на М-радио, скорее всего. Но в «Чёрном обелиске» произошли следующие изменения. Во-первых, настало трое, не четверо, как раньше, а трое. Ну и потом я, как один из неплохих, скажем так, басистов, бас-гитаристов, ну, для меня втроём, когда играем, для меня простора гораздо больше. Гораздо больше для игры на бас-гитаре. Её хоть слышно. Хорошо. Очень многие ваши коллеги зарекомендовали себя как такие отличные многостаночники. Вы тоже этим грешите. Вы играли вместе с Гариком Сукачевым «Неприкасаемых». Вы пишете книгу. Пишите или уже написали? Жизнь вносит коррективы постоянно, и поэтому постоянно приходится её корректировать. То есть сказать, что я её дописал, но, я не знаю, это уже какой-то перманентный процесс, тянущийся долгие годы. Понятно. Работаете над книгой, вы играли в театре, вы снимались в кино. Зачем всё это нужно рок-музыканту? Для того, чтобы заработать эти деньги сразу, или какие-то амбиции, недополученные в своё время? Ну, во-первых, я просто музыкант. Начнём с того. Я просто музыкант, и для меня интересно было попробовать себя в каких-то сферах соприкасающихся. То есть, скажем, в том же театре спектакль был музыкальный. В кино, ну, не знаю, почему взял меня Андрей И, режиссёр в кино. Видно, видно, из-за рыла моего бандитского. Ну, интересно, просто интересно. Интересно попробовать, а как там, как там, как там. То есть, всё это время, когда вы занимались театром кино и музыцированием с другими, в частности, с Гариким Цукачёвым, «Чёрный облиц» как бы в это время отсутствовал? Существовал. Существовал, но довольно фрагментарно, как я понял. Нет, я просто не записывал новых песен. То есть, мы давали концерты, мы выезжали, мы давали концерты в Москве. Обелиск существовал, естественно. Потому что, ну, как бы, был период с 88 по 90 год, когда его не было, а с 90-го и по нынешний момент он существует. В отличие от утверждения Атара Кушунашвили, что обелиск умер, он существует здесь. Атар погорячился, и слухи моей смерти сильно преувеличены. Все это направлено, в первую очередь, против нас. Мы должны немедленно выбросить из компьютера всю информацию об экспертизах и уничтожить сами образцы. Это улики. Кто-то внедрился в наш компьютер. И информацию я уже стер. Система стала использовать нас. Я мало жил, но я немало успел Жизнь суматошную, ценя и любя Пытался я найти тебя Вот если я могу тебя найти В каком краю, в какой доле Я за тобой всегда готов идти Всегда готов идти На край земли За край земли Я знаю, что на подходе Собственная пластинка Крупского из товарищей Которая называется «Чужие пись» Несколько своих, если я не ошибаюсь Да, все верно Я имел возможность послушать материал И у меня возникло такое очень странное ощущение Что ведь он очень сильно походит На то, что сделал Гарик Сукачев В альбоме «Песни с окраин» То есть даже Доходит до того, что даже На том же месте Чисто композиционно Как выстроен альбом Где была песня на французском языке у Гарика Ваша песня на английском языке Возникает странное ощущение Почему То ли это мода среди рок-музыкантов Такая появилась в последнее время Делать Ну кто-то, можно сказать Попсовые песни И момент второй Зачем выдавать на рынок продукцию Которая уже была кем-то сделана Идея, скажем так Которая уже была использована Достаточно успешно Гариком Сукачевым Поясните, пожалуйста Легко Во-первых Если хорошенько покопаться В архивах студии «Элиас» То тот альбом, который записал я Трупские сотоварищи Он записан где-то приблизительно на год Раньше, чем альбом Гарика Но Гарик, поскольку человек Гораздо более энергичный В отличие от меня, ленивого И вот пока Я говорю, пока «Элиасов» не появился Дело не двигалось С мертвой точки Вот Альбом записан на год Раньше, чем альбом Гарика И как бы здесь Ей есть тому доказательство Вы знаете, сейчас уже в принципе Никто не подвергает сомнению Тот факт, что Доблестная попса На нашей сцене Как бы Поимела Скажем так Пальму первенства Вот вы как рокер Как лично Переживаете эту ситуацию На уровне эмоций На уровне каких-то Логических выкладок Когда вот Рок Исполняемый На действительно Высоком уровне Вынужден В общем-то Плестись Так скажем Последним вагоном В музыкальном составе Спасибо Спасибо за вопрос Ну во-первых Я уже сказал Что я Правильно Опять же Поймите меня правильно Я просто музыкант И к Хорошей попсе У меня хорошее Здоровое отношение То есть я всегда С большим уважением Относился к Юрию Антонову К Юрию Антонову К Кале Борисовне Пугачевой К Леонтьеву Потому что люди умеют И могут работать вживую Другое дело Да, другое дело Это люди Которые Единожды записав С огромным трудом На студии Там Альбомчик Потом просто Под фонограмму катаются Это совершенно Это На мой взгляд Это криминал Всем известно Опять же Всем известно Что на Западе За такие вещи Подают просто в суд Вот И Я бы не сказал Например Что Группа Чаев Например Та же самая Плетется в хвосте Или Наутилус Например Тот же Да и те же Неприкасаемые По коммерческим Показателям Хотя бы Согласитесь По коммерческим Показателям Я могу сказать Когда я играл В неприкасаемых Я был Если Опять же Если считать Не членом группы А Сессионным музыкантом То я был сам Высокоплачиваемым Сессионным музыкантом В стране Если уж На то пошло Привет Привет Капа Значит Серьезно Сразу Сразу И сугубо Загружены Твое появление Здесь И вообще Как бы Твое появление Сейчас На людях В свете Это не Не просто так И то Что ты Как ты говоришь Начал Вместе С своим Директором Входить В шоу Бизнес Это тоже Не спроста То есть То что ты Решил Сделать Как бы Первые Серьезные Шаги И то Что у тебя На АМ-Радио Появилась Программа Вторая Жизнь Новая Жизнь Новая Жизнь Да С таким Новая Жизнь Вторая Жизнь В принципе Да Адекватно Это все Тоже Не просто Так Насколько Я понимаю Просто Напросто Ты Насколько Я знаю Тот Человек Который Очень Долгое Время Сидел Не просто Сидел На наркотиках А сидел На самом Тяжелом Наркотике На героине Ты Через это Через все Прошел И Насколько Я понимаю Сейчас Ты Совершенно Четко Жестко Для себя С этим Завязал Раз и Навсегда И поэтому Для тебя Началась Новая Жизнь И я думаю Что Для всех Кто У нас Сейчас Смотрит Особенно Для молодежи Естественно Твоих Основных Фанатов Будет Очень Важным Услышать Как Вообще Ты Пришел То есть До какой Когда ты Понял Что надо С этим Жестко Завязывать И Начинать Новую Жизнь Ну такой Да Вопросик Вопросик Ну Можно Можно Так сказать Что Дошел Я до Самого Донышка То есть Да Ну это Проще Программу Слушать Я там Все Говорю Раз 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 Все Жестче И Жестче Ну то Что Это Были Тяжелые Наркотики Кокаин Героин Метадон Это Понятно То Что я Вышел И вышел Раз И навсегда Это тоже Понятно Потому что Я был Действительно На самом Дне Там Ну там Можно Либо Там Остаться Навсегда То есть И жить Той Жизни Либо Выйти И Зачеркнуть Тоже Опять же Навсегда Для себя Эту тему Ну Я Вышел И зачеркнул Я вышел И зачеркнул Потому что Я решил Что Ну Как-то Это Жизнь Это Жизнь Без Наркотиков Она Ближе Что Я могу Больше Сделать Что Либо Я Я Я Если бы Я продолжал Я бы Кончился Я бы Кончился Как Композитор Как Не знаю Как поэт Как Ну Это стирание Личности Когда ты Почувствовал Вот ту грань За которую Если переступить То все Уже возврата Не будет Нет такой Грани Если человек Начинает Я не знаю Будь то Понюшечка Кокаина Будь то Косяк Будь то Легкие Наркотики Это Один путь Это только один путь Это путь к тяжелому И путь Туда На самое дно То есть Для себя Я как бы Это понял И Если Кто-то Да То Имейте это ввиду Тебе пришлось Прибегать К медицинской помощи Для того Чтобы выйти Да Да Я Отлежал В лечебнице Потом До сих пор Я езжу Каждый день Десять Наверное К человеку Я не знаю Психоаналитик Он Психотерапевт Не знаю Как назвать Его правильнее Потом Существует Человек Который До сих пор Втыкает В меня Иголки Вот Ну как бы Без этого Я не вышел Спасибо большое За откровенные ответы Я бы хотел Немножко продолжить Эту тему Насколько Соответствует Истине Утверждение О том Что Москва И другие Большие города Переживают Сейчас Ну сумасшедший Наркотический бум Что Наркотики Вплоть до тяжелых Того же героина Можно купить Буквально в метро И что В этот круг Втягивается Все больше и больше Людей в том числе Совсем молодых Ваш опыт общения С подобной публикой Какие-то знания Из этого извлек Да конечно Это Это более чем Соответствует Действительности И Я как Человек Опять же Через это прошедший Вот Охотно И с радостью Принял Предложение М-радио О Ну предложение По поводу того Чтобы вести эту программу Новая жизнь Жизнь Без наркотиков Честь вам и хвала Анатолий Что вы ведете на радио Передачу о вреде Алкоголизма И наркотиков Этого страшного зелья Но вот беда Вы-то боретесь с этим А иные музыканты И группы Позволяют себе Запускать в эфиры Такие опусы Как Давай вечером С тобой встретимся Будем опиум курить Или напудрим Ноздри кокаином Поют о марихуане Причем делают это невинно Преподнося это Как своеобразные метафоры Яркие образы Полусказочные сюжеты Но молодое поколение Молодые слушатели Тинейджеры Воспринимают это напрямую Порой буквально Они хотят это попробовать Критики и журналисты Много спорят о том Где кончается грань И где Вот эта невинность И искусство Если это искусство Превращается уже В открытую пропаганду Наркотиков Этого кошмара Что вы думаете По этому поводу? Ну во первых Я хочу сказать Что если Тинейджеры захотят Покурить опиуму То они Не знают Где его достать Для начала Вот А что касается Метафор То Ну я не знаю Каждый выбирает Образность Соответствующую Именно ему Если у меня есть песня Ты мой наркотик То это вовсе не означает Что Я пропагандирую Наркотики Если Если Агата Кристи Поет То я Говорю совершенно Об ином Совершенно об ином То есть Там эта метафора А у меня Жесткая голая правда И А вас не отвращают Подобные метафоры Вас Прошедшего От наркомании Нет Нет Меня Меня не отвращают То есть Я говорю Каждый человек Выбирает метафоры Сообразно Своему нутру Видя в душ Мой пельменной А я леплю Темный шарик Из орловского хлеба А я хочу Быть как солнце Оно не серым Оно не серым Как небо Побежали к разливу Трое пьяных Прохожих А я А я хочу Я хочу Быть Как солнце А на других Не похужим Вопрос о вашей личной жизни В одном из интервью Было вот Сказано так Что у вас Сейчас вторая жена От первой Двое детей И там было такое пояснение Что вы смеясь Ответили Что она была умнее А со второй Нормально Все Она может И поскандалить Разбить посуду Так вот Умнее чего Умнее второй жены Или умнее вас Ох я не помню Я не помню Чтобы я такого говорил Ну была Во-первых Во-первых Я по-моему Не очень похож на человека У которого может быть Глупая жена Я нисколько не хочу оскорбить У которого может быть Глупая жена Ну Я честно говоря Я такого не помню А насчет умнее Ну видимо там Все было написано Кто из них умнее Первая или вторая Первая Первая Самое страшное Что вторая где-то здесь Все завернули тему Понятно Следующий вопрос рядышком Я бы хотела узнать Так как Вы здесь уже произнесли Что вы пишете книгу О чем она Когда она будет завершена Или в каком состоянии Находится там Зачаточном Средний там Уровень уже написания Расскажите О чем это Книжка называется Размышления пожилого мальчика В ней как бы Три таких сюжетных линий Первая это Ну что-то типа Автобиографии Вторая это Стихи Мои стихи То есть не Не тексты песен А именно стихи Потому что я очень четко Разделяю два этих понятия И третье Это Ну нечто Нечто вроде Моей философии Крупнизма Так сказать А что такое философии Крупнизма Интересно Ох Это Ну это в двух словах Не объяснишь Это Ну это Крупнизм Ну это Оригинальный Какой-то Свод взглядов На жизнь Да Который Выработан вами И которым вы хотите Поделиться Да Да И который Опять же Основан на собственном Личном опыте То как я вижу мир Как я его вижу А часто эти взгляды Совпадают с какими-то Общепринятыми Взглядами на жизнь Часто Я в последнее время Все реже ошибаюсь По мере того Как Крупнизм Развивается Я ошибаюсь Все реже Спасибо Прошу вас Название вашей группы Ведь имеет отношение К некогда модному Писателю Ремарку Как меня достал Этот вопрос Я сейчас объясню Почему я его сейчас задаю Если Так сказать Принять Что все-таки Имя это знамение Насколько я помню У Ремарка Вот как раз Этот мрачный Обелиск Этот мрачный символ Похоронной конторы Он никак не хотел Продаваться А сегодня Вы хотите Хорошей Смотрю Продать вашу музыку Не боитесь Что сегодня Ваше название Сыграет с вами Злую шутку Ну во первых Во первых Начнем с того Что в романе Ремарка На него писал Фильдфебель Кнопф Так что к Ремарку Это не может Иметь никакого отношения То есть Ну как бы Называть группу Именно из-за этого Это ну чисто Ассоциативное название А что касается Названия Например Альбома То Почему бы мне Не назвать Вот Альбом Который сейчас Пишется Черный обелиск Три товарища Потому что настрой Можно Можно поиграть По всякому Это как бы Это чисто Ассоциативные игры Анатолий Я вот что Я хочу задать Риторический И музыкальный вопрос Дело в том Что Этот И наверное Прошлый год Знаменовался Для меня В музыке Вот в тяжелом Какими-то странными И непонятными событиями Дело в том Что Я всегда считал Ну вот Попсаря Они чешут Зарабатывают деньги А есть люди Которые Занимаются Настоящей музыкой И как-то Немножко Поднимают массу Ну вот тут Я смотрю Выходят альбомы Один за одним Ботсманы Бродяга Выходят Медьковские Песни Один-два Выходят Эти старые Какие-то Полублатные Ну именно Действительно Медьков Песни Сокрайные Бажин Поет Какую-то Там Барон Фондер Что-то Там Такое Макаревич Пишет С Козловым Эти Пионерские Песни То есть Все люди Которые В общем-то Двигали Настоящую Музыку Стали Народится Просто Ну то есть Я так понимаю Что они так все вместе Пошутили Но это получилось Все вместе И И до сих пор Продолжает Тиражироваться В этом Нашелся Какой-то Культ Кто музыку Будет делать Что с музыкой У нас будет Дальше С нормальной Музыкой Вот я и буду делать Спасибо И Второй вопрос Сюда Приезжала Металлика Группа Культовая Для Любителей Тяжелой Музыки Для меня Было Диким Откровением То что На одной Сцене С Металликой Играл Не черный Обелиск И даже Не та же Ария А Эст Полутакая Болотная Но тяжелая Но все равно Тоже такая Болотноватая Тяжелая Не было обидно Я уже говорил О том Что серьезного Менеджмента У меня никогда Не было А у Эста И был И остается Серьезный Менеджмент В лице Бизнес Энтерпрайзес Которые Организовывали Концерты И естественно Поставили Свою группу Естественно Мне было обидно Конечно То есть На этой сцене Вместе с Металликой Естественно Это должен был быть я Это естественно Спасибо Вот ты довольно взрослый человек Да Пожилой мальчик Ну пожилой мальчик Да Тебе не смущает тот факт Что в общем-то Играть Вот ту музыку Которую играешь ты Ну не актуально Будет скажем Лет уже через пять Тебе скажем И ты ведь Насколько я помню По образованию скрипач Да Да То есть Ты владеешь скрипкой еще Или уже забыл Навыки Подзабыл маленько Вот что будешь делать потом После того Как уже почувствуешь Что это не актуально Ведь смотри Все эти группы Все эти Эсты Шахи Где они сейчас Их нету Единственная существующая Реальная группа Может быть это Ария Там Еще пару-тройку Таких металлических команд И все Все они как бы сошли на нет Все это не актуально Потому что Гарик Сукачев занимается музыкой Макаревич ведет с Макси Потому что все прекрасно понимают И дают отчет В том что В свое время Это перестает быть актуальным Я во первых Давно уже не играю Ту музыку Которая называется Хиви метал Уже лет Это пять Что говорит о моей способности Менять немножко курс Немножко При этом все это Остается черным обелиском Но Через пять лет Я буду играть совершенно иную музыку Это я Я в этом просто уверен Просто уверен Насколько мне известно Вы пытались записать Совместную песню С поп-группой Иван Мо Состоялся ли этот проект И если не состоялся То почему Да он состоялся Более того Эта песенка крутится по радио Очень часто Ее очень часто заказывают Более И еще более того Мы Собирались не просто записать песню А сделать совместный проект С группой Иван Мо Такой Я бы не назвал ее Поп-группой Хотя бы тот же самый альбом Мир у мир Это Мягко говоря Не поп-музыка А насчет совместного проекта Ну Просто пока Никто не хочет Из Скажем так Из продюсеров За него браться Почему я не знаю Я возвращаюсь поздно ночью Я валюсь на кровати Пусть болит голова Но мне не хочется спать Я точно помню Что с утра Не обязательно вставать И так же точно понимаю Что хочу потанцевать Я достаю И надеваюсь Вот для танца костюм И пусть со мной танцуют Все кому не страшен Этот шум Люстры, холодильник И картины на стене Кто-то дирижирует А кто-то поет Желтый танец Стань из души Забудь про тело своя Ван Ол Понятно, что лучший способ Избежать соблазна Это не знать о нем Общеизвестно Как любит выражаться Капа деловая Что Лучшая реклама Это антиреклама В связи с этим О вашей программе Новая жизнь Уверены ли вы Что она принесет Больше пользы Чем вреда И что Вы сумеете Предостеречь людей От того Чтобы они ступили на ваш путь Чем Пользуясь Как бы Вашим В общем Как Ясно из названия Программы Успешным опытом Не пройти ее всю Со всеми стадиями Да нет Я там так рассказываю Что Мало не покажется Не покажется И не захочется То есть Вы послушайте Послушайте И как бы Для 15-летнего Скажем Нашего Болельщика Для которого я Ну Я скажем Тот самый человек На которого Ну не то что молится Но Типа того Когда я рассказываю В каком я Извините Дерьме Оказался Из-за наркотиков Он не захочет этого Один маленький Дополнительный Вот Уильям Бероуз В книге Голый завтрак Вначале заявляет Что человек Принимающий Особенно опиаты Вот Не является человеком В биологическом смысле слова Ваш опыт подтверждает Или опровергает Это заявление Скорее подтверждает Потому что Наркотик Он действительно Он стирает личность И остается наркотик Голый наркотик То есть Скажем Человек Который Сидит на героине Это просто Ну Визуально Он выглядит Как человек А на самом деле Это ходячий героин Спасибо Продолжаем Прошу вас Вы только что Обещали Я надеюсь Что это будет Сописать хорошую музыку Для того Чтобы записать хорошую музыку Нужны хорошие деньги При том Что она не окупится Понятно Как И Как вы с этой проблемой Справились Совершенно не обязательно Нужны хорошие деньги Чтобы сделать хороший звук Нужны хорошие деньги Совершенно не обязательно Нужны Нужен хороший звукорежиссер Нужно уметь играть На инструментах И Должны быть хорошие идеи Спасибо Если уж мы заговорили о студиях Сейчас Наши музыканты Как только появляется Маломальский финансовая возможность Сразу же Пытаются выехать За границу Чтобы записываться там Это приводит к чему-то хорошему На ваш взгляд Взгляд музыканта И была возможность у вас Вы бы поехали записываться В Германию Или в Англию Ну во-первых Я записывался в Германии В 88-м году Я записывал альбом Вместе с группой К чему хорошему Ну не знаю Кроме того Что Тогда была модно Как бы Все русское Перестройка Матрешки Горбачев И русская музыка С точки зрения Конечного продукта То что получается То что получается Ну Опять же Везде есть разные люди Есть Хорошие профессионалы Здесь Не хуже Ничуть не хуже Вот например Наши все Большие звезды Стали почему-то ездить В Тверь Для записи альбомов Видимо Что-то там Есть лучше Чем в Германии В Твери Я имею ввиду Есть Ясно Спасибо Александр Никитин Город Тверь Вот прекрасно Чудненько Значит Для начала Если вы конечно Позволите Отвечу Что есть в Германии Лучше Там есть не лучше Там есть дешевле Вот и все проблемы Там и Апина записывался И Пугачева записывалась Есть такая студия Вот Это вот Что касается Вашего недоумения Почему вдруг Тверь поперлись Вопрос у меня такой В продолжение Музыкальной темы Значит Андреем Значит я хочу спросить Что вот вы Сейчас сказали Что вы будете делать музыку Сами Вот такую хорошую Нормальную музыку Что вы пробуете Так сказать Новый человек В шоу-бизнесе То есть вы были музыкант А сейчас вы входите Вроде бы в шоу-бизнес Конечно Не дай бог Конечно Но вот если получится Мне кажется Обязательно Слово Что придется исполняться Какие-то коммерческие вещи Явно коммерческие Чтобы получить Какую-то начальную раскрутку Не обязательно все А вот альбом Там обычно Две-три-четыре коммерческих песни Такие вот Именно Ну что называется Не творчество Вас это не пугает Что это может быть такое Нет не пугает Хотя бы потому что Это не первый мой альбом И я как-то научился Находить компромисс Компромисс между Скажем так Коммерцией Не коммерцией Не знаю Ну делать Делать просто хорошую музыку Без Без вот того Чтобы мне было потом стыдно Я вижу У тебя на теле татуировки И хотелось бы узнать Это как Попытка какого-то Самовыражения Дань моде Или попытка Сделать себя краше Ну Татуировки Появились Когда Скажем так Ну я практически Первый человек У которого появились Из музыкантов У которого Появились татуировки А во-вторых Каждый момент Татуировка Что-то означает То есть скажем Если вот на руке У меня змей Год змеи Если Ну если Если И так далее Все татуировки Перечислять Нет смысла По-моему Все это не просто так Все это не просто так Все не так просто Как кажется Ясно Прошу вас дальше Вы сказали Что У вас существует Четкая грань Между стихами Поэзии И песнями В чем это выражается Ну это выражается Хотя бы Хотя бы в том Что Тексты в песне Ну Они должны быть Пебельные То есть Чтобы их можно было Удобно петь А стихи Там Можно накручивать Как угодно То есть вот Но стихи Это серьезнее Больше в философии Или Нет Философия у меня Что в текстах Что в стихах Это Ну стихи Это состояние души Скорее А текст песни Это То Что Должно Соответствовать музыке Вот В большей мере Вот так Нельзя например Петь Скажем О счастливой Любви в миноре Нельзя же Вот Равно Какая Несчастная В мажоре То есть Это Должно быть Какое-то Соответствие А стихи Там Гораздо Свободнее Себя чувствуют Вопрос Таков В нашем разговоре Вы сказали Что жить нужно Легко Свободно И красиво Удается ли вам Это сейчас И что является Допингом И при этом Не мешать другим Да Да Я кстати Так и не вспомнил Кто это сказал Да Пожалуй Пожалуй Что Да Хотелось бы Что никому Я не мешаю Ну и Стараюсь жить Легко И красиво Скажите пожалуйста Есть ли такая Музыкальная передача В сетке Телевизионного вещания Которую бы вы смотрели С удовольствием И регулярно Ну во первых Я стараюсь смотреть Все музыкальные передачи Хотя бы Исходя из того Что я этим занимаюсь И Как еще Году эдак В 86 Спел Петя Мамонов Нам надо быть в курсе Мы сделаем деньги Вот Хотя бы Хотя бы поэтому Так что стараюсь Смотреть Стараюсь смотреть Все А И утреннюю почту Например Приоритет Нет Я так равно не стою Вы знаете Мне немножко обидно За вас Вы как-то вскольз Даже не вы А говоря о вас Скольз упомянули О ваших театральных Победах Я видел вас на сцене Мне это было очень интересно Вы можете что-то сказать Да Прошлый сезон Я отыграл В театре имени Рубена Симонова В пьесе Контрабас По Патрику Зюскинду В постановке Сережи Зуева Пока 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 Других предложений Не следует Хотя мне бы Этот опыт Хотелось бы повторить Я сначала хочу Выразить свое недоумение 80 по-моему Спектаклей За границей Вы так скромно И вскользь 8 8 Да Сейчас с нулем Ошиблись 8 спектаклей За границей Но все равно Это В общем-то На выезде Мало кто себе мог Позволить Поэтому мне странно Что вы так Как-то Вскользь И так Мне там 8 спектаклей За границей Это тоже много А вопрос Я не знаю Насколько благостный Но во всяком случае Мне кажется Это важный вопрос Потому как Я честно говоря Надеялся Что кто-нибудь другой Задаст этот вопрос Но ответ Должен наверняка Прозвучать Дело в том Что давным-давно Группа Черный обелиск Распалась Почему-то Она распалась Не осталось ясно Во всяком случае Многим нашим зрителям Вы работали В черном обелиске Потом Явно коммерческий Мое пребывание В черном обелиске Нельзя назвать работой Хотя бы потому Что это моя группа Это мой коллектив И все песни Пишу для него я Хорошо Черный обелиск Почему-то ушел куда-то Ведь было понятно Что вот Группа черный обелиск И вот она Этот коллектив То есть ты Толь В качестве черного обелиска Прекращаешь свою работу То есть это все Задухает Почему И все-таки Черный обелиск Конечно Толь это ты Но с другой стороны Были какие-то люди И их уже больше нету В группе Что случилось Это раз И коль мы уже Экскурс в историю Два По-моему не все так гладко Произошло В расставании С неприкасаемым Возможно ли Ваш совместный проект С Гариком Сукачевым Или вы серьезно Поссорились и навсегда Будешь еще работать С Гариком Сукачевым Или нет Вот такой вопрос Во-первых Я с Гариком не ссорился Я с Гариком не ссорился Просто На какой-то очередной Из концертов Ну обычно Как обычно Обзвон идет И Там Во столько-то настройка Во столько-то Меня просто не пригласили Вот все То есть Такое На тормозах Расставание Вот А что касается Того Почему в 88-м году Черный обелиск Прекратил свое существование Ну Устали Во-первых Устали от концертов То есть Концертов было Такое количество Что Вот И во-вторых Все Члены коллектива Доблестного Устали от моего пьянства Беспробудного совершенно Вот такой у меня вопрос Обычно О музыкантах Играющих тяжелую музыку Все думают Как о людях Очень мрачных Которые на досуге Исключительно Не стоят Какую-то мрачную Готическую литературу И вообще Очень такие Неулыбчивые Субъекты И все такое прочее Часто ли вы смеетесь И если смеетесь То над чем Расскажите Например Свою любимый анекдот Смеюсь я Достаточно редко Но вот Последний раз Я смеялся Когда я Причем смеялся В слух Громко и отчетливо Когда я читал Михаила Веллера Легенду Невского проспекта До этого Я смеялся В слух и отчетливо Когда читал Статью В журнале Столица Которая называлась По здоровью не пуху Пьяница и педерасту Статья действительно Да это сильно Согласен Статья 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 А насчет анекдоты Статья 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 Была Вот я Фразу Я ее зачитывал Даже на концертах То есть До того Мне нравилось И даже на концертах Смеялся Все равно По пятому разу Перечитывая Этот Этот жуткий Пляшивый зверек С лицом Стареющего Учителя Физкультуры Это и есть Наш друг Пятачок Большое спасибо Я думаю Вы всем узнали Много нового Интересного В гостях У нас был Анатолий Крупнов Следующий раунд Такул Перерывом через неделю Увидимся Спасибо Анатолий В ходе программы Мне показалось Что вы один из тех людей Для которых интервью Это самая тяжелая работа И один вид журналистов Удручает до нельзя И общаться с ними Совсем не хочется В самом деле так Или просто Сегодня настроение у вас было плохое Да нет Отнюдь нет Я люблю интервью Хотя бы потому что Это возможность высказаться Возможность Чтобы тебя услышали Не только соседи По лестничной клетке И друзья Там Друзья семьи Я что сегодня Так плохо выглядел Мне показалось что Вы очень так врачноват Отвечали на вопросы И хотели бы поскорее Уйти отсюда Да нет Это чисто кажущееся Может быть Как мне кажется У меня всегда такой вид Только из всего А на самом деле Я очень доволен Тем как все прошло И очень доволен тем Что мне задали откровенные вопросы И доволен был Тем что у меня была возможность Давать откровенные ответы То что вам хотелось сказать Вы сказали сегодня Да пожалуй Большое спасибо Я надеюсь что и в самом деле У вас об этой программе Останутся исключительно положительные эмоции Вот подарок от нашего спонсора Спасибо Чтобы почаще вспоминалось об этом Спасибо что пришли Лилия Полувядших лилии аромат Мои мечтания легкие туманит Мне лилии о смерти говорят О времени Когда меня не станет О времени Когда меня не станет О времени Когда Пойми меня Когда меня не станет Пойми меня Когда меня не станет Пойми меня Пойми меня Когда меня не станет Пойми меня Я знаю, друг, дорога не длинна И скоро тело бедное устанет Но ведаю любовь, как смерть сильна Люби меня Когда меня не станет Люби меня Когда меня не станет Люби меня Когда меня не станет Мне чуется таинственный обет И ведай он сердце не обманет Запринения тебе в разлуке нет Иди за мной, когда меня не станет Иди за мной, когда меня не станет Иди за мной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok